Всем привет и добро пожаловать в видеоотчет Гласснот за неделю 18, 2023. Мы с вами будем смотреть на внутридневную волатильность, которая на этой неделе повергла рынок в шок. И прежде всего двигаясь страхом того, что монеты бижи MT GOX будут распроданы, так как правительство США их также распродает. А также некоторые монеты из тех, которые мы называем древними, возрастом от 7 до 10 лет, которые также пришли в движение. Таким образом, мы будем использовать ончейн-инструменты для того, чтобы оценить те слухи, которые мы слышим, и поступающие новости. У нас есть для этого инструменты, и вы можете все проверить сами. В итоге мы с вами увидели значительную волатильность, направленную вниз, которая потом была быстро восстановлена, когда люди пришли в себя, а затем поняли, что многие из этих слухов не подтвердились и оказались ерундой, о которой изначально люди думали. Итак, вся эта ситуация вызывает значительную волатильность. Мы это уже наблюдали, когда выходит какая-то новость или происходит какое-то событие, которое в итоге оказывается не совсем правдой, но на которую рынок уже отреагировал. Поэтому наша задача – посмотреть с помощью инструментов и проверить, что реально произошло. И для этого у нас имеется множество различных инструментов. И что мы с вами сегодня сделаем? Мы посмотрим на три различные темы. Мы посмотрим на древние монеты, мы посмотрим на объем биржи MTGOX, а также на монеты, принадлежащие правительству США. Далее, по мере продвижения, посмотрим на то, не перегрет ли в настоящий момент рынок биткоина. Мы явно встретились с сопротивлением на 30К. Также нас хорошо помотало на диапазоне 27-30К. И чтобы дать некоторую понятность того, что на самом деле происходит, и чтобы понять, где мы находимся внутри цикла, мы посмотрим в контексте того, что представляет собой поведение инвесторов. И как всегда, я прошу вас поставить лайк под видео и распространить ссылку на него, это нам очень помогает. Также мы подготовили новую панель инструментов для аналитики результатов действия цены биткоина. Когда мы смотрим на результаты действия цены, а также на свечи, это не так весело. Нам следует посмотреть на что-то более интересное. И в какой-то степени это хорошо замиксовать. Итак, перед нами дэшборд с результатами цены биткоина. Ее можно найти по пути биткоин, цена, циклы. Здесь также находится целый набор различных инструментов для определения дна, вершины, а также ценовых моделей. Что происходит с циклами с точки зрения показателей ходлеров. А этот инструмент показывает результаты динамики цены биткоина. И немножечко показывает пройденный путь, а также показывает, где мы были в прошлом. Как я уже говорил, сегодня мы подмешаем немного цвета. Мы видим все предыдущие ценовые циклы. С эти индексы до сотни. Так что, по сути, мы с вами смотрим на динамику и показатели цены по данным. В нашем случае от Халвинга. И в данном случае с максимума цикла. А также с самого его низа. Так что, как бы вывод, который я могу сделать, говоря о всем этом. Первый. Вы можете понять, где мы в настоящий момент находимся. Как бы сформировать понимание. Опять же, мы не знаем, было ли это дно после краха FTX. Но при этом такой рост, в котором мы в настоящий момент находимся, определенно добавляет немножечко вероятности, что все-таки так может быть. Мы также видим, что в 2018 мы достигли дна примерно на том же расстоянии после Халвинга. В 2015 мы также достигли дна на этом же расстоянии. А в 2011 мы сделали это немного аномально рано. Но с точки зрения динамики цены от исторического максимума... Заметьте, что я мерю исторический максимум с апреля 2021, потому что, по крайней мере, я считаю, основное количество сигналов просигнали о развороте настроения в сторону медведей. И в конце концов, рынок это про цену. А цену двигает люди путем принятия своих решений. И на мой взгляд, когда вы видите такое большое количество психологических индикаторов, говорящих, что медвежий рынок начался, то для меня это значит, что он действительно начался. И опять же, мы видим, что с точки зрения общей динамики производительности, с момента исторического максимума, со многих точек зрения биткоин уже такое проделывал. Но помните, что в цикл 2015-2016 все это развернулось в параболический рост вверх. В 2019 у нас с вами был очень-очень похожий рубеж, но образовалась свеча марта 2021-го. Так что не забывайте, дорога может быть очень разбитой на пути движения отсюда. Но графики, на которые я действительно хочу переключиться, это эти два. Но опять же, мы не знаем, какой сейчас рынок на самом деле, медвежий или бычий, все еще ли здесь медведи или пришли быки. Или мы где-то между ними, как, например, мы были в 2019-м. Потому что мы не знаем. Я решил создать некоторые из этих инструментов, которые как бы нам могут помочь понять, с какой стороны монеты мы находимся. И этот первый график нам показывает, давайте просто представим, что мы находимся в бычьем рынке. И в этом случае на протяжении всего пути у нас происходит коррекция. Рынок не движется просто так по прямой, всегда происходят на его пути коррекции. И что это нам тут показывает? А для каждого прошлого бычьего цикла, вы здесь видите, что для каждого из них индекс до 100 показывает производительность цены для каждого цикла. И что мы с вами здесь посмотрим, так это падение от вершины по мере движения. Верно? В 2019-й показал вершину в июле. И это, по сути, показывает степень падения от этой точки. Аналогично для забега с 2015-го по 2017-й. У нас были эти коррекции на всем пути. А это показывает нам то, насколько были большие эти коррекции. И хорошая новость в том, что это дает нам небольшой контекст. Вот наш текущий рынок. И вы видите, что наши падения едва ли дотягивают до 10%. Вот это было около 18%. У нас действительно не было серьезных провалов, таких, которые мы видели во всех предыдущих циклах. Ну, это не значит, что мы увидим его завтра. Но это не значит, что мы его и не увидим. Что мы с вами пытаемся сделать, это немножечко понять масштаб. Этого давайте представим устоявшегося аптренда. До сегодняшнего момента, в котором коррекции были действительно крошечными. Но другие очки, через которые мы с вами посмотрим на это, что если мы находимся в медвежьем рынке? И другая сторона уравнения в том, что во время медвежьего рынка бывают сильные взлеты. И эти серые бары, вот эти серые линии, это все построено на Фибоначчи. Потому что некоторые из большинства используют их для технического анализа. И эта верхняя, это ралли 61.8. И очень-очень аналогично вы действительно можете увидеть, где мы находимся с точки зрения производительности медвежьего рынка. И что вы можете увидеть, так это то, что в конце этих медвежьих циклов эти мощные ралли обычно достигают около 61.8%. Но, что здесь важно действительно заметить, что в начале медвежьего рынка мы очень часто видим очень мощные ралли, потому что быки все еще как бы... Они все еще верят, что могут двигаться вверх. Так что обычно мы получаем очень мощные ралли ближе к началу медвежьего рынка, но со временем эти ралли становятся все менее и менее впечатлительны, потому что у людей все-таки скидывает. Мы можем посмотреть на 2017 и 2018, это прекрасные примеры. Медведи всех повыносили. В итоге образовалась финальная ралли, которая все и закончила. 2019-й у нас было много как бы этих чпок-чпок-чпок. А затем в конце концов, в результате ралли марта 2021-го мы все и закончили. Так что если мы посмотрим на это с этой точки зрения, у нас есть как бы этот чпок-чпок-чпок на всем пути Air FTX. И у нас было довольно взрывное ралли с самого низа. Кстати, оно обрезанное на самом деле. Оно на самом деле продолжается, если бы мы его достроили, но масштаб становится слишком большой. Но я как бы вам хочу просто показать контекст. И вы как бы можете использовать эти инструменты для того, чтобы понять, где мы находимся в текущем цикле. И по производительности цены это все. Кстати, напишите в комментариях, если вам как бы нравится этот тип материала, чтобы немножечко понять, что и как. Иногда визуализация, да еще под разными углами, очень сильно помогает разобраться. И, кстати, все эти показатели, которые вы видели на дашборде производительности цены, доступны всем, даже кто юзает бесплатный аккаунт. Ссылочку найдете в описании. Итак, переходим на ончейн, сторону нашего уравнения. Вот этот показывает нам объем древних монет, тех, которые старше 7 лет. А здесь внизу, отмеченные синим, на самом деле, простите, фиолетовым, монеты старше 10 лет. Так что мы смотрим на очень-очень старый объем. Эти монеты фиолетовым последний раз двигались в 2013. Но самый важный вывод здесь, это буквально то, что у нас есть синий и фиолетовый, которые вместе представляют объем 3,8, нет, 3,9 миллиона монет. Но вот эта серая секция здесь наверху, это объем монет с этой эры, которые были потрачены. И что здесь является довольно выдающимся, что всего лишь 8,4% из этих старых монет всего лишь было продано. Это истинно выдающаяся тема. И что мы здесь видим, эти желтые бары означают старые монеты, которые пришли к жизни. И здесь мы делаем несколько выводов. Первый в том, что они пришли к жизни во время кластера вершины 2017. Люди держали эти монеты многие-многие годы, а затем забрали прибыли во время финальных стадий бычьего рынка. Хороший трейд. Вы также видите март 2020. Есть группа запаниковавших, и они вышли прямо перед мартом 2020. Опять же, похожий тип поведения. Бычий рынок 2021. Это еще одна частичка доказательств, показывающая, что эта эйфория была достаточной, чтобы задвигать довольно серьезно старые монеты. И вы также можете увидеть, что есть группа, которую стряхнула во время цикла 2022. Вы также видели целую пачку сомнений об этих старых монетах, вернувшихся к жизни, и вы видите, что некоторые из них определенно отработали. Но масштабах, которые мы видели в предыдущих циклах, это как бы все дневная рутина. Вы также можете видеть, что даже несмотря на эти 3,9 миллиона монет, данного возрастного диапазона, это всего лишь 8%. Это накопительно за всю-всю историю когда-либо потраченных монет. Так что это очень редко. Но и для отслеживания этого у нас есть инструменты. Но еще одни новости, которые появились на этой неделе, это MT GOX и баланс правительства США. И сомнения были в том, что это все начнет распродаваться, и рынок как бы немножко запаниковал. В итоге все оказалось пиздежом. В связи с чем рынок все основные прибыли смог вернуть обратно, дособирая остатки в последние дни. И у нас есть оба. MT GOX, а чуть позже мы посмотрим на баланс правительства США. Что касается MT GOX, ожидается, что эти монеты будут проданы в какой-то момент 2023 года. Но нам предстоит только узнать, как это произойдет. Как эти монеты попадут кредиторам. Попадут ли они сначала на бирже, либо будут представлены к выделенному управляемому кошельку. Для того, чтобы все это увидеть, нам предстоит подождать. И, зная, что все это может произойти, а для меня, находящегося в Австралии, обычно все это происходит глубокой ночью. Но, несмотря на это все, если мы посмотрим на баланс, а текущий баланс MT GOX содержит 137,9 тысяч биткоинов, что на самом деле много. И что мы можем сделать, так это поставить себе предупреждение. В этом случае... Я буквально хочу увидеть предупреждение, например, по почте или телеграмму. Так что, по сути, я хочу себе поставить предупреждение, которое мне скажет, когда цена упадет ниже этого уровня. Не буду ставить сюда дробные числа, я хочу увидеть, по сути, продажу более чем одного биткоина. Вы можете задать алерту имя, и он вам буквально сообщит по телеграмму или по почте, или по обоим каналам, когда баланс MT GOX сократится, что будет на самом деле самым быстрым, что вы только можете найти. С точки зрения наступления данного события, этот инструмент отслеживает буквально каждый кошелек MT GOX, который нам известен. И в тот миг, как только баланс сократится, вы тут же получите уведомление. И очень похожим образом у нас есть также баланс правительства США. Это буквально те кошельки, точнее, те монеты, которые были изъяты государственными органами, обычно связанными с различными взломами, и более-менее вы можете установить аналогичный алерт. 205 тысяч биткоинов на этих кошельках. Вы видите, что недавно они переместили около 9800 биткоинов. Эти биткоины были отправлены на Coinbase. Они написали в Твиттере, когда это произошло. Мы с вами видим, как данные монеты поступали на аукционы и в дальнейшем распределялись. Так что это еще один баланс, на который мы можем поставить алерт и отслеживать, если они начали уменьшаться. Это как бы вам дает дополнительные вводные в понимании того, что это начинает происходить. И последняя тема, которую мы с вами затронем, это ситуация относительно того, что происходит на рынке. И вопрос в том, раз у нас образовался такой уверенный 2023-й, то перегрето ли это ралли? Где мы с вами во всем этом замесе? Итак, если вы смотрите мой канал Дауна, вы знаете, что мне нравится раздваивать взгляды на рынок. Мне нравится смотреть на молодые монеты и на старые монеты, потому что, по сути, это двоичная система. Монеты могут быть либо молодыми, либо старыми. Если старые монеты были проданы в большом масштабе, то есть большинство этих долгосрочных держателей тратят, то это все больше возвращает предложение в рынок и естественным образом увеличивает количество молодых монет. Далее, по мере продвижения рынка вперед и приближения к вершине рынка, мы видим рост этих старых монет, этих людей, которые относятся к долгосрочным держателям. Начинают ли они постепенно продавать, особенно после преодоления предыдущего АТАЖ? Да, обычно это происходит. Итак, на что мы с вами здесь посмотрим? А вот на количество монет, которые моложе 6 месяцев. Они представлены этой красной кривой. Обратите внимание, при приближении рынка к вершине, оба случая 2013, в 2017, в 2021, у нас образовался максимальный объем молодых монет. Вы также можете сказать, что во всех случаях это количество было значительно больше, чем сейчас. Но причина в том, что это происходит, в том, что большое количество людей, которые купили монеты дешево, в предыдущих медвежьих циклах и держали их 2, 3, 4 года, продают их тем, кто о биткоине услышал в новостях, и воодушевившись историями о том, как их друзья стали богачами. Это самые неопытные инвесторы. И что мы с вами здесь видим, так это насыщение довольно новыми, малоубежденными чуваками, которые услышали новости и обрадовались. А также мы видим вымывание тех, кто держался во время медвежьего рынка, и которые достаточно вероятно понимают биткоин вполне неплохо, или у которых есть учетка гласнода, и они в реальном времени видят ситуацию. Так что это все буквально о несимметричности информации. И когда мы видим перенасыщение людей, которые удерживают горячие монеты, это также говорит вам об истинности и обратного, когда старые владельцы продают свои монеты. И чтобы немножечко вам дать как бы контекста, с точки зрения общего масштаба, как циклически мало у нас монет младше 6 месяцев. Мы находимся довольно низко на уровне, который мы достигали на дне 2018-го. Мы опускались на этот уровень перед началом бычьего рынка, фаз 2016-го и 2017-го годов. И у нас все еще не было крупного перераспределения от старых рук к молодым. И это окей. Это не значит, что у нас не будет коррекции, или что у нас не будет скачкообразного роста. Вы видите, что мы видели этот всплеск вверх, и это нетривиально. То есть это был некоторый расход, но который в макромасштабе является довольно мелким. Это больше похоже на ежедневное колебание. В итоге все еще мы не видели массовое распределение, которое обычно происходит во время бычьего рынка. Далее. Сейчас мы немного увеличим аштаб, и мы знаем, что старые монеты обычно стремятся быть неподвижными. Мы знаем, что там обычно ничего не происходит, поэтому сейчас мы сосредоточимся на том, чтобы посмотреть на краткосрочных держателей, те, кто активны в рынке, которые недавно получили свои монеты. И с учетом того, что они недавно их получили, это произошло на уровне 15-16 тысяч, поэтому они в принципе довольно-таки прибыльны. Так что большая часть движения, которое мы видели с вами в этом цикле, вызвана в основном краткосрочными держателями. Они представляют собой комбинацию спекуляторов, а также тех, кто внезапно обнаружил у себя 70-процентную прибыль. И после пережитого медвежьего 2022-го пора забрать какие-то фишки со стола. Итак, что мы с вами видим? А мы видим, что в 2018-м красная кривая – это себестоимость краткосрочных держателей. А синяя и оранжевая – это долгосрочные держатели и общий рынок. Так что мы с вами смотрим на уровень себестоимости по всему рынку, и видим, что краткосрочные держатели следуют за ценой гораздо более плотно. Они буквально преследуют данное ралли. И вы видите, что их уровень себестоимости наконец-то преодолел и оказался выше уровня долгосрочных держателей. И что здесь важно, что долгосрочные держатели, и мы с вами смотрим на долгосрочных держателей, на самом деле, если вы находитесь в рынке довольно-таки продолжительное время, это довольно больно. Это тяжело видеть, когда кто-то зашел вчера, и у которого себестоимость ниже, чем у вас. Но это то, на что похоже дно медвежьего рынка. Когда чувак, который только что зашел, но давайте на чистоту, конец медвежьего рынка, имеет все равно еще довольно большой уровень приверженности. Но буквально, когда эти уровни себестоимости начинают сближаться, вы видите, когда эти новые покупатели имеют лучшую себестоимость, чем долгосрочные держатели. Но обычно это происходит около дна медвежьего рынка. Да, мы с вами видели на этой неделе, что себестоимостная база краткосрочных держателей имела импульс вверх, что еще раз подтверждает то, что они начинают гонку преследования цены. И с учетом того, что данная группа лиц как бы преследует цену, на что мы с вами на самом деле посмотрим, так это то, сколько они делают прибыли. И я хочу, чтобы вы подумали о двух концептах. Представьте себе спекулятора, который только что зашел на рынок и купил монеты по 15 тысяч. У нас будут две причины, которые как бы будут создавать тягу у него, получить прибыль и вернуть монеты обратно в оборот. Первая – это нереализованная прибыль, сильно растущая по чуть-чуть. А вторая причина, которую можем отследить, действительно ли он ее получил. И в этом заключается разница нереализованной прибыли, которая как бы вызывает тягу. Мы полагаем, что мы можем достичь определенного уровня прибыли, и это увеличивает вероятность продажи. С другой стороны, может быть, он уже продал, что является компонентом реализованной прибыли. И мы на все это посмотрим с этих двух точек зрения. И вот на этом здесь мы с вами смотрим на изменения за последние 7 дней их уровня себестоимости. Верно? То есть, насколько сильно они преследуют цену? Если они преследуют цену очень сильно, что бывает у обоих и у краткосрочных держателей, и в обычной цене реализации. Бычьи рынки, да и вообще весь рынок в целом преследуют цену. И в районе абсолютной вершины объем уровня их себестоимости увеличивается. Верно? Они буквально покупают свои монеты все побольше и побольше и побольше цене. И все с большим и большим значительным объемом. Вот такие события говорят нам, что есть целый объем людей, которые только что купили. По большей цене. И в какой-то момент это самая большая цена. Аналогично в 2021 и аналогично в 2019. На что мы с вами здесь смотрим, это сколько действительно с точки зрения объема и цены, и по сути, сколько людей купили на самой вершине. Это как бы то, как на это можно посмотреть. И что вы здесь можете увидеть, это то, что мы ударились только что головой в границу в 4%. Но почему мы выбрали границу в 4%? Что ж, потому что исторически вы можете увидеть, что мы обычно стремимся к точке сопротивления в районе этой зоны. И когда мы проламываемся через эту зону, вот тогда мы переходим полностью на зону полноценного бычьего рынка. Мы видим, что целая группа людей купила на самой вершине вот здесь, что стало итоговой зоной сопротивления. С того момента, 2022, мы стали сильными медведями. Так что мы находимся на моменте, когда краткосрочные держатели как бы бьются головой в этот затор и где начинают забирать прибыли. Так что давайте погрузимся в этот концепт чуть-чуть побольше. А здесь мы с вами смотрим на MVRV короткосрочных держателей. И если вы не видели наш отчет по сборке MVRV, я очень вам рекомендую это сделать. Ссылку вы найдете в описании под видео. А также посмотрите на его дэшборд. MVRV – это фундаментальный инструмент ончейн-анализа. Супермощный, а также довольно простой, если мы его разберем на части. Он буквально показывает, сколько нереализованной прибыли или убытков удерживается каждой конкретной когортой. Это как бы, то есть, это осциллятор того, сколько прибыли и убытков. Большее значение означает, что в рынке больше нереализованных прибылей. То есть, возвращаясь к предыдущей мысли, что если у людей больше нереализованных прибылей, то можно ждать, что больше людей начнут эти прибыли забирать. Если больше людей находится в убытках, то обычно это означает как бы максимальную боль в рынке и точку капитулирования. То есть, приближается большая вероятность разворота. И что вы здесь можете увидеть, так это то, что у нас есть два уровня. 1.2 и 1.4, что значит 20% прибыли и 40% прибыли. И повторюсь, мы снова и снова видим эти точки сопротивления. В течение всех наших рыночных циклов мы видим эти уровни, когда люди решают, что все, пришло время забрать фишки со стола. И в настоящий момент мы находимся в процессе движения наших голов в направлении точки 1 и 4. Это буквально тот момент, когда мы достигнем уровень 30 тысяч. Образовало сопротивление, потому что в тот момент действительно люди приняли решение, что, хорош, забираю деньги. И завершить все это мы можем, посмотрев на коэффициент между прибылями и убытками. Но не забывайте, что эти вещи могут работать в двух направлениях. Мы можем найти точку запора, когда у людей достаточно накопилось прибыли, и они могут начать его забирать. Но одновременно люди могут снова вернуться в рынок и купить, когда, скажем, цена достигла определенного уровня. И то, что вы здесь увидите, а то, что я вам покажу. Здесь, в рынке 2021 или 2022, посмотрите на коэффициент между прибылями и убытками у краткосрочных держателей. Когда он находится в диапазоне нуля, а, или у значения единицы, то это значит, что краткосрочные держатели с прибылями столько же, сколько и с убытками. Это на самом деле хороший баланс. Это переломный момент. И вы можете видеть, что здесь этот переломный момент является моментом поддержки. Так? В бычьем рынке мы стремимся приблизиться к этим уровням поддержки во время переломных моментов, когда они становятся поддержкой. Во время медвежьих рынков в эти переломные моменты люди говорят «верните мне мои деньги». Это побуждение для них, чтобы продать. И они становятся сопротивлением. Так что вы видите, что у нас уже был первый ретест этого переломного момента. И есть вероятность, что рынок снова вернется к этому моменту для того, чтобы сделать еще один ретест. И чтобы ответить, где находится данная цена, мы вернемся к модели себестоимости краткосрочных держателей. Я перехожу прямо сейчас. И данный показатель в настоящий момент застыл на уровне 24400. Это буквально сигнализирует нам, что все эти держатели, все спекуляторы, люди, которые сосредоточены на этом. Не все долгосрочные держатели с долгосрочным объемом, которые не движутся. Мы сосредоточены на краткосрочных держателях, и мы видим, что они стремятся откупать свой себестоимостный уровень в конструктивном рынке. Мы также видим моменты, когда они начинают забирать свои прибыли. И теперь, когда мы как бы определили эту проблему, мы можем вернуться к их себестоимости и сказать «Окей, где могут быть эти точки интереса, если бы одно из этих условий было выполнено». Так что определенно это одна из интересных концепций, которая может быть использована на практике. Вы действительно можете ее использовать, чтобы понять, что происходит на стороне у краткосрочных держателей. Мы также немного проводим времени для создания больше инструментов, которые могут как бы вам помочь понять, на что похожа миниатюрная структура рынка. Я как бы использую ончейн-анализ и показываю вам ситуацию от большой картины, двигаясь немного больше в микрокартину. Мы еще больше тем затронем в последующей неделе. Надеюсь, вам это все очень нравится. И если у вас есть какие-то вопросы, напишите обязательно в комментариях. И как всегда, спасибо за то, что смотрели этот выпуск с нами. Надеюсь, вам это понравилось. И как я уже говорил, комментарии я их всегда читаю. И все больше и больше я слышу от людей, что они пришли для того, чтобы узнать об ончин-аналитике еще больше. Так что напишите мне в комментариях о различных темах, которые заставляют вас думать о разных думах. Если что-то вам не понятно, мы всегда готовы вернуться в комментариях и разъяснить вам. А пока увидимся в следующем выпуске. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»